Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике, и доверить ли он нам свое биополе наперед сеанса? Да, уже доверил. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Дмитрия под ногами. 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, воздействия. От этого все выстраивается каналы, ведущие в клетку тюрьмы, и ответственность за ли подключки энергии притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Скеннер сканировать. Систем тонких тел Дмитрия находит все. Значит, у него спрут. Спрут. Хорошо. Дракон. Какой? Пени. Дальше кто-то мимикрирует. Первое и последнее предупреждение. Сущность не проявляется? Гуманоид. Гуманоид. Дальше. Инсектоид. Инсектоид. Сукок. Суккуп. Не пойму, бес или демон. Снимается все маски, голограммы. Сущность предстается гласно своему эфирному коду ДНК. Я не пойму, кто это. У него 10 Гц. Ты кто такой? Бес. Бес 10 Гцовый я еще не видел. Кто ты такой? Влад, сожги голограмму. Удар. И защиту сожги сразу. Проявляется сущность. Пошло воздействие. Направляю печать семи архангелов. Даю мощнейший удар. Сжигаю голограмму. Удар. А этот демон это. Он носится по клетке, бегает от твоих ударов. Демон, я тебя сожгу сейчас, если ты не прекратишь этот театр здесь. Тебе понятно это? Понял он, понял. Сколько Гц у демона? 14. 14 Гцовый демон. Хорошо. Смотри, демон. Если мне что-то не понравится, я это припомню тебе. Итак, у нас 6 каналов. Спрут. На злопамятный. Демон получает удар. 100 тысяч Гц. Он не будет с тобой общаться. Я тебе покажу, как ты будешь со мной общаться. Сегодня ты не поверишь, как. Подхожу к его клетке. В моих руках появляется энергия царя Соломона. 1, 2, 3. Не надо этого. Ты сказал, что ты не будешь со мной общаться только что? Ты мне без надобности. Плохо начали мы. Хорошо. Убирай энергию. Уходит меня. Ты начал плохо, потому что ты мимикрировал передо мной, находясь, когда тебя уже обнаружили. В отличие от других интерферентов, они знают, что этого делать нельзя. Ты решил со мной поиграться. Теперь я могу с тобой играться. Вот это было плохое начало. Попробуй сделать теперь лучше. Хорошо. Итак, у нас 6 каналов. Спрут. Синий дракон. Считай, пожалуйста, цифры над головой синего дракона. 34, 16. 34, 16. Синий дракон. На космическую душу зашел? Или ангельскую? Причем в глазе плата у него. Понятно. Хорошо. Так, давай начнем сразу с реверса, потом будем с ними общаться. Я даю команду тонкой копии Дмитрия. И от них возвращается к ним. Хорошо. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 11 лет. Ты ползал по спине? Ползал. Понятно. Хорошо. Синий дракон, как долго ты находишься в этом биополе? Три года. Так, гуманоид, откуда ты? Нибиро. Как долго ты находился в этом биополе? Два года находился, но полтора года назад укрепился. Понятно. То есть активно полтора года. Хорошо. Индик, как долго ты находишься в этом биополе? Четыре. Четыре года. Суккуб. Как долго ты находишься в этом биополе? Два. Два года. Демон, как долго ты находишься в этом биополе? Он говорит, я здесь вообще случайно. Семь месяцев. Что значит, ты здесь случайно? Мимо проходил и тебя затянул? Или как? Вот для меня случайно. Когда ты не при делах вообще и тебя просто хватает. Вот это ты случайно оказался не в то время, не в том месте. Но это же не так, демон. Нет, я в том месте оказался. Что значит случайно, в твоем понимании? Я хотел сказать, не так долго. Не так долго. Семь месяцев. Понятно. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Дед. Хорошо. Кто воздействовал на сердце и ноги? Куманоид воздействовал. Куманоид воздействовал на сердце. На ноги ты воздействовал, демон? Спину, ноги? На ногах я был, да. Понятно. А спина от кого болела? Наверное, от конструкции гуманоида, да? Или инзиктоидом подсуетился? Все вместе. Все вместе. Понятно, хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Дмитрий забирается. Чистую и светлую божественную энергии. Верно пошла энергия божественная и чистая. Один. Два. Три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Дмитрий себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Энергии идут. Хорошо. Какие картинки ты транслировал, дракон? Через третий глаз. Через свои платы. Что ты ему показывал? Трудно пробиться из матрицы Земли. Куда? Туда, куда вы поднимаете. Это верно. Туда, куда мы обитаем. Ты знаешь, где мы находимся сейчас? Знаю. В потоке Абсолюта. Демона, на что ты зашел 7 месяцев назад? Слова нехорошие, говорит. Ну, слова могут быть разные, нехорошие. Какие именно слова? Гнев. Крик. Гнев. Матершинные слова. Матершинные слова. Но это музыка в твоих ушах, насколько я знаю, насколько я информирую. Это твоя чистота. Ты полностью имеешь право присутствовать, когда твоя чистота открывается. Я это просто говорю для Дмитрия. Если вы будете продолжать то, что из вашего рта выносятся негативные слова, с негативной энергетикой, вам не стоит удивляться, что демон будет присутствовать. Это его работа, он имеет право быть. Поэтому примите к сведению. Дмитрий, вы меня понимаете? Дмитрий говорит, что срыв какой-то у него был. Вот. Это и называется контроль над своими эмоциями. Запомните, это очень важный фактор. Если вы в состоянии выдержать минуту и не реагировать, то гнев утихнет сам. Если присутствует демон, это будет уже очень трудно сделать. Поэтому контролируйте свои слова. Все, что выходит, пространство наше не пустое. Его слышат все. Реверс закончился. Начнем со спрута. 11 лет спрут. Выходи, вытаскивай, отсасывай всю свою жидкость. Забирай, отключайся полностью, ничего не забывай. И докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Он у него на голове полностью закрывает плечи, спину. Присосками свои. Да, сильно синхронизирован. Ты из него спрута делал? Спрут. Делал, чтобы комфортно мне было. Ну понятно. А тебе комфортно, когда все на твоей чистоте, да? Когда все под тебя подстроено. Какое влияние ты оказывал на его физическое состояние? Что у него болело от твоего присутствия? Тяжесть в голове. Каша? Отсутствие концентрации? Или давления? Типа именно тяжесть. Он показывает затылок, шею и вниз по спине. Вот эта часть какая-то у него. Вот я и спрашивал за спину, да, откуда это боли шло. Это от спрута. Понятно. Хорошо. Она больше не боли, а какая-то как тяжесть и движение. С каких чакр? Как я чувствовал присутствия. Он фиолетовую чакру качал? Да. Или еще? Понятно. Потому что там ниже уже синий дракон был. Понятно. Забрался. Хорошо. Дракон синий. Выходи, вытаскивай свои платы. Рассказывай мне, как они воздействовали на него. Он больше перекрывал ему, чем показывал. То есть он сделал так, что он ничего не видел, да? Больше да. Дракон. А зачем ты такое делаешь? Он уже сказал в матрице земли, тяжело куда-то попасть. Но ты представь, что я тебе сейчас установлю плату ангельскую. Я тебе гарантирую, ты ничего вообще не увидишь. Вот она будет стоять между твоими глазами, прямо в середине, где у вас третий глаз. И ты вообще ничего не увидишь. Куда ты полетишь? Ты представляешь, какой ты беспомощный будешь? Вот как это... Это я и делал. Я не хочу, чтобы он полетел куда-то. А почему ты решаешь... Может, не туда попасть. А почему ты принимаешь за него решение? Ты кто такой? Пусть лучше сидит в матрице земли. Так и безопасней. Да? А почему так думаешь? Да для меня тоже. Для тебя будет абсолютно опасно, потому что он скоро... Если он пойдет учиться, он получит печать дракона. Показать тебе ее? Или поверишь на слово? Чувствовал я, что чем-то таким закончится. Абсолютно верно чувствовал. Жалко, что ты не... Своему чувству не придал значения и не ушел. До того момента, как мы пришли. Готово. Так, гуманоиды выходить не надо. Он может прямо из клетки вытащить все, что он оставил. Приступай к гуманоиду. Гуманоид. Что там выходит? Посмотри, Вера. Он шар какой-то достал. Шар. А что это за шар? Какая его функция была? Сердечный чакр я его восстановлю. Какая функция была этого шара, гуманоид? Шар отправляется в соседнюю клетку. Один, два, три. На счет три выстраивай канал Дмитрия к этому шару. Один, два, три. Пошла энергия темная. Назад. Там нет темной энергии. Выстраивай новый канал и забирай реверсом честь. На чистоте Дмитрия на счет три возвращается назад. Один, два, три. Пошел мощный поток. Что вернулось? Энергии. Его энергии. Какого цвета? Живая жизненная энергия есть? Нет, это его личные энергии. Его личные энергии. Зеленые чакры. Сердечные чакры. Откуда он украл? Хорошо, все, назад реверсом. До 100% назад забираем. Эта энергия в душе. Душа болела у него. Отчего она у него болела? Он ее мучил, он отчереплял от нее, получается. Вот как. Хорошо. Ну, гуманоид, значит ты садист. Знаешь такое понятие садист? Удивляюсь вашей цивилизации. Что вы, что Сириуса. Чем-то вас обидел Творец. Готово. Хорошо. Итак, все забрали. Индзик Тойт, выходи. Вытаскивай свой инкубатор. Если есть, отключайся полностью. Всю жидкость отсасывай, ничего не забывай. Приступай. Есть инкубатор, Индзик Тойт? Два инкубатора. Ну, поэтому и человека вес поднимается. Хорошо. Один со стороны спины. Две чакры. Оранжевая и желтая. Понятно. Живот и низ живота. Ну, кстати, вполне могло давать на спину боль. Мы там все воздействовали, так что. Готово. Хорошо. Так, суккуб у нас выходит. Снимай все свои ошейники, ленточки. Все, что ты установил. Биополе. Приступай. И глупостей не делай. Я их очень не люблю в своей комнате диагностики. Демон, скажи мне, есть лярва в ее биополе? Должны быть. Есть. На груди лярва. Ну, а еще где? Говорит, копчик. И копчик. Хорошо. Суккуб снял. Хорошо, демон. Выходи. Вытаскивай все свои подключки, которые только есть, которые ты установил. Объясняй, как они действовали на него. Утяжелители у него в ногах стоят. Ну, это понятно. Хорошо. Они как колготки. И внизу соединены две ноги между собой. Чтобы далеко не убегал? Он показывает. Они соединены такой, как бетонной площадочкой между ног, где он как раз находится. Демон там. И за коленки держится. Снял. Хорошо, демон. Ты говорил, не так начали. Я предлагаю тебе со своей стороны, если ты хочешь, эти лярвы. Хочешь их забрать? С удовольствием заберет. Хорошо, приступай. Ничего не забывай. Вытаскивай, возвращайся назад. Нижний мир уважать надо. Верхний тоже надо уважать, правильно? Да что их уважать? Душу воруют. Мы хоть после жизни забираем. Ты имеешь в виду сейчас этого гуманоида, да? Да, и все остальные не лучше. Все остальные, возможно, еще уйдут на свою чистоту. С гуманоидом еще непонятно. Ты же понимаешь, что это не серая зона. Хорошая лярвая. Да. Хорошо. Он закончил. Закончил. Хорошо. Так, я даю команду на рассинхронизации. Готово. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Один, два, три. Готово. Отлично. Подхожу к Дмитрию, кладу руки на плечи и помогаю ему своей энергией. Сделать импульс высокой аббрационной шоковой удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетают все каналы. Открывается портал в галактической ядре. Эти каналы улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Мы закончили. Все прошли проверку. Так, Демон готов уходить? Готово. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Суккуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал на частоте Суккуба. Один, два, три. Суккуб забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Энзиктоид готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Энзиктоида. Один, два, три. Энзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Знаешь, коромысло, которое на плечи делает из двух сторон ведра. Вот у него инкубаторы так и похожи. С разных сторон стояли, да? Да, он их посередине взял и вышел. Угу, понятно. Хорошо. Так, синий дракон, я тебя должен предупредить сразу. Если ты попытаешься обманывать еще раз в биополе этого человека, ты опять встретишься со мной. Наша следующая встреча будет очень печальная для тебя. Я тебя предупреждаю сразу. Перед тем, как я тебя отпущу, я хочу получить от тебя слово дракона. Если ты его нарушишь, ты знаешь, что за этим последует. Он говорит, он и сам не дурак. Даю слово дракону. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Ну, закрывай, опечатай, растворяй. Он говорит, с вами опасно становится. Не со всеми, но с нами точно. Но тех, кто в комнате имеет. А, в этом плане, да. Все верно. Готово. Спрут готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Закрывай, готов. Так. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Здесь он. Я приветствую тебя, Ли. Еще раз. Гомонуэт Нибиру. Два года сидел. Шар установил сердечные чакры. Все забрали назад. Все рассинхронизировали. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. Забираем. Мы называем их паразиты. Мы тоже. Ты кто охотится на душу? Я поэтому и спрашиваю, что это за цивилизация такая Нибиру. Честно говоря, не знаю, там есть вообще нормальные души? Есть. Очень надеюсь хоть одного увидеть. Потому что я пока только с паразитами встречался. У меня на земле есть. Ах, вот как. Понятно. Не забрали. Отлично. Хорошо. Все. Так, все ушли. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим на частоту магического воздействия. Если таково есть или было, оно проявляется. Ты знаешь, я магии не вижу воздействия. Но он показывает руки. Проявляется на руках, что он показывает. Если это невидимое, становится видимым. Нет, оно видимое. На запястьях он показывает, как белая энергия. Отлично. Свет. Снимаю эту энергию с его рук. Один, два, три. Отправляю в клетку тюрьмы. Он говорит, ну вот, вот. Я же говорила. Но я не вижу, чья это. Никого нет рядом. Считай информацию об этой энергии. Откуда она взялась? Визуализирована. Кем? Дмитрию. Им самим? Да. Объясни, пожалуйста. Ставлю монитор перед этой энергией, перед клеткой. Один, два, три. И посмотри ситуацию. Ну, что мне показывает? Это его мысли, что он думал. Что он находится под воздействием черной магии. И все это материализовал? Нет. У него были подозрения. У него были дискомфорт внутри физического тела. Он мог решить. Он шучу мило. От интерферентов? Да. Ну, на магию проще подумать. Поэтому он так ее решил, что она присутствует. И как только он решил, что она присутствует, он сразу себе одел кандалы на руки. Ну, на одной руке у него. Хорошо. Дмитрий, вы видите эту ситуацию, понимаете ее сейчас? Да, он видит, понимает. Это было вами придумано, но силой вашего страха вы ее там материализовали. Хорошо. Энергия нам это больше не нужна. Открываем, убираем монитор. И под этим белым пятном энергии открывается портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывая печатать и растворяя. Поехали дальше. Хорошо. Дмитрий, посмотрите на этот договор, посмотрите на все остальные и скажите нам, готовы ли вы их аннулировать? Получается, что им просто идет информация по этому договору как таковой, но он ему не нужен. Его душа проходит. То есть у него есть часть души, которая в другом измерении проходит. А, высшее я имеющее где-то частичку послал на другую планету, да? Измерение. Измерение даже. Хорошо. Проходит свой опыт параллельно с ним. И это их связывает. Значит, это оставлять надо? И может быть, этот свет на руке, что был, это как раз что-то, что связывает энергия. А он почему-то тонкая копия решила, что это магия. Тут я не знаю. Он ему не нужен, просто это для информации вышло на чистоте контракта. Хорошо. Он готов с ними расстаться, аннулировать все эти договоры? Да, он готов. Пусть повторяет за мной. Энергия наполняется. И вот тонкая копия, она расстроена. Почему-то сам на себя он расстроен. Почему он раньше это не делал? Почему он какие-то материальные вещи думал? Про то, кто он и кто это ему сможет помочь в решении многих проблем. Потому что многие из них вообще отпадут. То есть вот это он не думал. И он сам на себя сердит. Не надо на себя сердиться. Вы уже достаточно негатива здесь нам показали. Мы это все выкинули. Точно так, как и с магией. Вы сами себе придумали. Не получился наручник на одну руку. Поэтому, Дмитрий, не стоит себя самобичеванием заниматься. Вы уже дошли до нас. Вы уже открыли правду. Вы уже знаете, куда идти. Все. Все остальные мысли деструктивные. Смотрите вперед. Вот это он и говорит. За это я и сижусь на себе. Мне показывали одну, а я увидел негатив. Хорошо. Сейчас вы уже знаете. А показывали ему, что он соединен с своим выжимом я. Частицей, которая в другом измерении проходит свой опыт. Они соединены. И вот эти энергии, их тоже как-то зависят от этого. Хорошо. Готово? Один, два, три. Пошел процесс. Душа у него первородная, сильная. Первородная. Отлично. По чакрам открылись. У него по чакрам энергии прошли. Готово. Отлично. Хорошо, Дмитрий. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Чувствую, что я опоздал в своем развитии. Вы еще можете всех догнать. Так что не расстраивайтесь. Хорошо, мы закончили чистку. И сейчас у нас по плану встреча с вашим куратором. Мы будем его вызывать. У первородных душ. Это родственная, не родственная душа, а друзья. Энергии. Энергии, да. Все равно это имеет смысл, значение куратора. Поэтому мы делаем запрос в энергоинформационном поле и приглашаем к нам прийти куратора Дмитрия, того, кто за ним наблюдает. Он говорит, что он знает своего куратора. Да? Отлично. Ну, у нас есть кто-то в комнате в виде энергии. Идет информация, что пусть Дмитрий сам выберет. Кого хочет, мужской или женский. Да. Хорошо, Дмитрий, выбирайте. Дмитрий говорит, что сейчас я бы хотел с мужиком поговорить, но иногда хочется с женщиной посоветоваться. Давайте женщину и пригласим. Он определился? Он говорит, да, ты прав. У нас и так двое будет перевес. Абсолютно. Это будет женский род. Хорошо. Мы просим куратора представить в женском виде. Снимается все маски, голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Да, и рассказывает женщина интереснее с деталями. Абсолютно верно. Женщина. Мы приветствуем куратора или родственную душу. У первородных, по-моему, родственная душа называется или друг, как правильно называть. Энергия. Энергия. Первородная. Меня зовут Влад. Рядом стоит Вера. Чуть дальше Дмитрий стоит. Ваш подопечный. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Сегодня можете звать меня Ми. Ми. Приветствую вас, уважаемая Ми. У нас 10 вопросов Дмитрия, которые он хотел задать бы своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я отвечу на вопросы, но сперва я хочу поприветствовать всех присутствующих. Приветствуем вас. И особенную благодарность выразить Дмитрию за эту встречу и за его присутствие здесь. Вы достучались до него. Поздравляю вас, уважаемая Ми. Он хочет и дальше развиваться, идти этим путем в нашем направлении, как мы работаем. Я надеюсь, у него это получится. Мы можем переходить к вопросам? Пожалуйста, переходите. Первый вопрос. Какая у меня душа и откуда? Первородная душа. Есть определенный уровень, где эти души были созданы. Эти души были созданы Творцом. Все души созданы Творцом. Конечно, все души, безусловно, созданы Творцом. Но вы появились самые первые на Земле. Я прошу прощения, не на Земле, а вообще из всех душ. Поэтому вы и называетесь первородные. Я правильно понимаю? Это для Дмитрия информация. В том виде, в котором вы представляете душу, входящую в биоробот. Да, но и были другие попытки создания. Я не буду о них сейчас задавать. Не надо. Мы встречались очень часто с первородными душами. Мы видели у каждой первородной души своя уникальная энергия. Она нас просто своими красками восхищала. Я об этом просто хотел сказать. Благодарю вас. Переходим ко второму вопросу, с вашего разрешения, уважаемая Ми. Да. Какой у меня уровень высшего я? Ты переходишь с 12 на 13 уровень. Благодарю вас. Третий вопрос. Перейдешь или нет, будет зависеть от тебя, от твоих поступков в развитии. Так и есть. Все от нас зависит, если мы хотим развиваться. Позволите третий вопрос? Продолжай. Сколько негативной энергии в этой жизни я насобирал? Ты очень приземлился и материализовался. Из-за этого набрал 24%. 24%. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Его интересует... Мы понимаем, вы в этой жизни за ним присматриваете, но его интересует вопрос о прошлой жизни на Земле. Кем он там был? И когда это было? Если вы позволите. Я понимаю ваше любопытство. Вы жили на Земле, МИ? Вы были на Земле? А как же? Без Земли не может быть первородная душа. Абсолютно верно, да. Но это была совсем другая, наверное, Земля. На Земле есть определенные энергии, которые нам нужны. Да. Энергии чувств? Нет. Связанные с планетой Земля. Не с человечеством. Понял. Благодарю вас. Прошлая жизнь была не так давно. 1912 год. Америка. Кем он там был? Чем занимался? Какой опыт вынес? Жизнь была связана с железной дорогой. Он был богатым человеком, но жадным. Хорошо. Он был жадным, включая свою семью, жену и детей. В прошлой жизни он материализовался, заработал в состоянии и забыл про то, зачем душа пришла на Землю. Он стал маленьким. Я имею в виду, душа жралась. То же самое он пытается сделать сейчас, приземлиться. Мы заметили такой момент, его тонкая копия очень на себя злилась. В том плане, что она столько времени потеряла, когда мы ее чистили. Что-то тонкой копии стало понятно, и вот она немножко расстроилась. Я исхожу из того, что это из-за потерянного времени. Так происходит со всеми, когда ты знаешь, кто ты. Многие вопросы отпадают, ответы приходят сами с собой. Это процесс роста. Поэтому я очень рада видеть Дмитрия в этой комнате. Замечательно. Благодарю вас, уважаемая МИ. Здесь все понятно. Вы позволите переходить к шестому вопросу? Да. Шестой вопрос касается школы нашей с Верой, которую мы открыли. И вот он спрашивает, я хочу заниматься в школе Влада, у Влада с Верой. Можете дать какой-то совет или напутствие? Не могу. Это твой выбор. Я лишь могу показать тебе энергию Арго, которая в этой комнате. Покажите ему. Она как роса. Хрустальная. Поток школы открыт в этой комнате. И я знаю, что сейчас ты чувствуешь эти вибрации, как и все присутствующие. Я тоже чувствую вибрации этих чистейших энергий. Арго. Мы были в Арго. Это самое красивое место, которое нам довелось посетить. Это единственное, что я могу тебе дать. Вибрации, чистоты. А выбор он должен сделать. А что делать дальше? Выберешь ты сам. Только так. Благодарю вас, уважаемая МИ. Ни один куратор не имеет права брать ответственность за решение своего подопечного. Он сам должен найти правильный путь. Благодарю вас еще раз. Позволите переходить к следующему вопросу, если мы закончили здесь? Да. Седьмой вопрос. У меня есть работа и нормальная зарплата, но деньги не держатся. Хотя я бы не сказал, что я транжира. Можете что-то посоветовать? Интересно, как ответит куратор. Я не смогу посоветовать материальный план. Я лишь могу советовать, развивая свою душу. И такие вопросы отпадут сами собой. Как правило, когда душа в покое, материальное состояние приходит в гармонию. Автоматически, да. Абсолютно верно. Благодарю вас. И меня немножко удивило, что он спрашивает куратора насчет денег. Кураторы ответственны в нашей жизни. Ничего удивительного. Это тянется в прошлой жизни. Понятно. Я просто ему хотел объяснить, что куратор ответственный за его духовный рост. За рост души, за рост его осознанности. Для того, чтобы он в этой жизни максимально себя реализовал. Но деньги никак к куратору не относятся. Я понимаю. Вы живете в материальном мире. Благодарю вас, уважаемая МИ. Вы закончили или хотели добавить? Можем переходить дальше? Мне нечего добавить, кроме того, что я уже говорила. Хорошо. Вы живете в материальном мире, но про душу не надо забывать. Абсолютно верно. Восьмой вопрос. Бывают моменты, что я уже видел какую-то ситуацию или был в этом месте. Но раньше я никогда не был в данной местности и не мог видеть эту ситуацию. Можете прокомментировать как-то? Могу. Но и прежде я хочу добавить по предыдущему вопросу. Пожалуйста. Душевное состояние и материальное должно быть как минимум 50 на 50. И если материальное начинает расти, я не говорю про сумму. Я говорю про интерес к материальному по сравнению с душевным ростом. Если материальное начинает расти, тогда душа сужается. Если происходит наоборот, душа развивается и растет. Повышается осознанность. Материальное начинает подстраиваться под душевное. Отпадают вопросы, отпадают действия ненужные. Материальное состояние гармонизируется вместе с душевным. Спасибо, что вы слушали. И теперь я отвечу на следующий вопрос. Перед тем, как прийти на Землю, ты видел свою жизнь. Тебе показали разные варианты того, что может произойти. Правильные, неправильные решения человека. Всегда есть выбор. Как минимум два или три решения можно принять на каждый вопрос. Ты просмотрел их все. Поэтому, когда добываешь в каких-то местах, они кажутся тебе знакомыми. Ты уже видел их перед тем, как воплотиться. У нас это на Земле называют дежавю. Это когда люди что-то видят. Это на французском. Что они не могли видеть или какую-то ситуацию. И не могут понять, откуда они могут это знать. Вы очень точно и четко описали это. Я благодарю вас, уважаемый куратор МИ. Благодарю. Я могу переходить к следующему вопросу, если вы закончили здесь. Можно. Девятый вопрос. Моя мама умерла полтора года назад. Но до сих пор я чувствую связь с ней. Может быть, она хочет чем-то мне помочь или ей нужна моя помощь? Такой вопрос. Тот, кто ушел, не нуждается в помощи. Их нужно вспоминать любовью и добрыми словами. Твоя первородная душа сожалеет, что многого ты не успел сказать и сделать для мамы. Прочитай вопрос, чтобы мне точно ответить. Хорошо, я повторю вопрос. Моя мама умерла полтора года назад. Но до сих пор я чувствую связь с ней. Может, она что-то хочет, может, она чем-то хочет помочь или ей нужна моя помощь? Думаю, я ответила на вопрос. Вы все правильно ответили. Здесь просто нечего больше добавить. Человек выполнил свою программу и идет дальше по своему развитию. Хорошие воспоминания – это и есть та энергия, которую этим душам больше всего необходима. Другой нет. Я перехожу к следующему вопросу, с вашего позволения, уважаемая Ами. Пожалуйста. Это последний, десятый вопрос. Мне тяжело найти общий язык с моим сыном. Можете что-то посоветовать? Я лишь могу посоветовать преобразовывать себя. И стать ему примером. Не только это. Услышать его. Ты тоже не всегда бываешь прав. Даже если тебе не нравится его какой-то выбор, это все еще его выбор. И он должен сделать свои ошибки. Чем больше ты давишь, тем хуже ты делаешь. Найди гармонию внутри себя. И научись слушать близких тебе людей. Какой замечательный ответ. Благодарю вас, уважаемая Ами. Этот, в принципе, ответ касается 99% живущих на Земле людей. Все так и есть. Все так и есть. Благодарю вас. Мы должны понимать, что это самостоятельная душа. У нее есть свой путь, своя программа развития. И, как у нас на Земле говорят, после 14 лет уже никого невозможно переубедить. Человек сам должен понять какие-то основные моменты из своих ошибок, из своей жизни. Если же он не делает ошибок, какой опыт он тогда получит? Ты не сможешь помочь, пока ты не будешь сам гармонизирован внутри. Очень хорошее дополнение. Дмитрий, вы понимаете, о чем речь? Это называется сначала помоги сам себе, а потом ты сможешь помочь другим. Поэтому вам надо работать сейчас над своим развитием и стать, насколько я понимаю, примером. Или измениться, изменить какие-то черты в своем характере для того, чтобы ваш ребенок мог гармонично развиваться, не чувствуя какого-то сверхмерного давления. Наверное, твои слова понятнее будут на Земле. Благодарю вас. Мы закончили. У нас вопросов больше нет. Уважаемый Ами, если вы хотите что-то от себя лично сейчас добавить или активировать его стержень, если он дошел до этого этапа, это был бы самый лучший момент. Он сам активировал свой стержень во время закачки энергии. Все у него получилось. Великолепно. Поэтому он запросил больше энергии. Да, меня удивила эта цифра, которую он назвал, но он получил все энергии. Я вижу, душа развитая. Я очень рад, когда куратор достучит к своему подопечному, и он слышит его, и начинается этот процесс. Вот это как раз мы сейчас сегодня имели такой пример. Я благодарю вас, уважаемый Ами, от моего имени, от Веры и от Дмитрия за то, что вы сегодня пришли, помогли нам ответить на эти вопросы, которые Дмитрия накопились. Я уверен, они ему очень помогут в дальнейшем развитии. Если позволите, в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую нельзя нарушать. Сюда приходили и первородные души, и ангельские души, и со всех планет, и каждый куратор, каждый учитель получал от нас определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами на Земле. Один, два, три. И мы бы хотели спросить у Ми, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок на добрые воспоминания об этой сегодняшней встрече. И в знак благодарности от нас. Какой замечательный подарок. Я благодарю всех присутствующих в этой комнате. Благодарим вас. Мы закончили. Я не говорю прощайте, я говорю до скорой встречи. Возможно, скоро Дмитрий сам напрямую сможет с вами встречаться или общаться, если все-таки высокий такой уровень, с 12 на 13 у него должно это легко получиться. Возможно. А сейчас мне пора. Примите наилучшие пожелания от нас, нашу энергию благодарности, искренней благодарности от всей души и желаем вам всего наилучшего. До скорых встреч, уважаемая Ми. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Дмитрий, мы закончили встречу с вашим куратором, первородной душой. Вы все поняли? Хотели что-то еще спросить? Поблагодарить хотелось. Я прочувствовала энергии, вернее, вибрации. Они в этой комнате есть, как и ваш куратор их прочувствовал. Благодарю вас. Хорошо. Будем возвращать вас тогда назад в вашу систему биоробот-душа. Работайте над собой. Заправляйтесь энергиями. Скидывайте негатив. И все будет у вас хорошо. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Дмитрия в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу каждой клеточки, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта и поднимаясь в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте. Продолжение следует...